Здравствуйте! Доброго времени суток! Накануне Нового Года пришло время для подведения итогов и анонса планов на новый сезон. Главной работой прошлого года для нас был труд по завершению по сути сериала про героя Тевтобурской битвы, вождя германских племен Армения. Три фильма, вышедшие в этом году на нашем канале, завершают эту эпопею. При этом в работе мы опирались именно на наши исследования, базирующиеся на первоисточниках их интерпретации. Прямо скажем, в России ничего подобного по данной тематике нет. Благодаря работе над этим фильмом мы освоили многие визуальные эффекты, что сделало наши видео интересными именно для зрителей. Также в прошлом году мы разместили на своем канале пластилиный мультфильм «Возникновение цивилизации». Название у нас на английском написано. На него ушло много усилий. Делался он полгода. В нем подняты интересные общечеловеческие темы – любви, дружбы, коварства. Сюжет развивается на фоне войны. В этом году мультфильм стал как никогда актуальным. Мы также посвятили для фильма нашим пластилиновым солдатикам из далекого детства, прошедшегося на 90-е годы 20-го века. Эти фильмы, как говорится, на любителя. Мы их делаем лишь с одной целью – сохранить память о наших детских играх. Было время, когда мы очень много лепили из пластилина. Поэтому сообщество «Пластмид» для нас было той площадкой, на которой можно было размещать свои работы. Тягая все анализировать, привел нас к тому, что мы разобрали огромный пласт работ скульпторов с этой интернет-площадки при помощи статистического анализа. Эта работа легла в основу фильма «Идеология элиты на постсоветском пространстве». Получился интересный и полезный разбор нашего общества на базе статистического исследования. Рекомендуем всем неравнодушным к судьбе нашей Родины посмотреть это исследование. В этом году мы получили первый рекламный заказ. Нашу работу над ним вы можете посмотреть в фильме про конструктор «Югирс». Получилось неплохо. Завершил этот год фильм про армию Петра Первого. В нем вы можете увидеть нашу коллекцию военно-исторических миниатюр в 72-м масштабе. Этот фильм как раз для варгеймеров. Какие же планы на будущее? Они обширны. Хотелось бы успеть сделать хотя бы часть из них. Прямо сейчас мы разрабатываем целую серию видео про тактику и устройство античных армий. Македонская фаланга и тактика боя греческих гоплитов стали предметом нашего исследования. И удалось сделать довольно интересное открытие в этой области, разрушающее многие мифы, окутывающие античные сражения. На создание подобной работы требуется масса времени и просим наших подписчиков сильно не огорчаться на нас, если видео выходит с большими интервалами. Стараемся делать максимально быстро, с учетом, что у нас есть основная работа и малые дети в семьях. Наберитесь терпения. То, что вы увидите в новых видео, того стоит. Это просто бомба. Без шуток. Также есть у нас мысль сделать видео про армию Древней Персии. Мы постараемся также часть видео посвятить старым рубрикам нашего канала про пластилиновые сражения и армиям на Северную войну. Ранее на нашем канале мы планировали видео о Великой Отечественной войне. Мы решили эту тематику раскрывать на одноименном нашем канале в Дзене в формате статей. Пока что оставим их в таком виде. А уж далее решим, стоит ли их переводить в формат видео. Просто на это банально не хватает времени. Вообще этот год сломал много планов и заставил многое переосмыслить. Мы стали активнее вести Дзен. И из канала с 23 подписчиками, набранными за 2 года, довели его до 650. Хотя доход за все время существования канала состоял целых 250 рублей. Мы завели свой канал на Бусти. Там вы можете посмотреть еще некоторое количество материалов и статей. Кстати, мы на Бусти выложили большую статью, а по сути нашу книгу про марафонскую битву. Данные изложенные в нашем фильме на эту же тему мы сильно переработали и многое уточнили и поменяли. Так что теперь это действительно серьезная работа, которую стоит прочесть всем любителям античных битв. Так что заходите и читайте. А нам будет приятно получить небольшое вознаграждение за проделанный труд. Канал на Ютубе постепенно растет и достиг уже 7 тысяч подписчиков. Для его продвижения можно использовать разные способы, в том числе и такие, как сервис Продвигейт. Здесь можно заказать настройку рекламной кампании в Гугле. При этом у них есть интересный собственный канал по продвижению на Ютубе. Там они делятся информацией о том, как настраивать свой Ютуб канал. В декабре мы даже попали на бесплатный разбор нашего канала. Ссылку на это видео разместим в описании. Смотреть с 2 часов 30 минут. Чисто для интереса зайдите и поглядите. Ведущий канал Маша с юмором и динамично разъясняет довольно нудные темы по оптимизации каналов. Советы, полученные в ходе разбора нашего канала на Продвигейт, мы решили учесть. Так у нас возникла мысль сменить название канала и привнести в него такое слово, как «Братья». Это примерный вариант нового названия. Зрителей просим поделиться своими идеями в комментариях. Постепенно изменим и оформление превью, и шапку, но это уже будет в новом году. Благодарим всех зрителей, подписчиков и тех, кто поддержал нас финансово. Мы стараемся оправдать ваше доверие. До встречи в новом 2023 году. В новом сезоне всех нас ждет много интересного. Обязательно подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не потеряться на просторах интернета. До встречи в новом 2023 году. Продолжение следует...